В этом году край заработал 62 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым рост есть, но пока доход отстает от плана. Меры принимаются и я уверен, что уже по итогам и мая месяца мы видим динамика улучшается, и июня месяца. Уверен, что мы к концу года все-таки на запланированные параметры доходной части бюджета выйдем. Согласно принятым поправкам, дополнительные средства выделят на программу развития ЖКХ, в частности на рекультивацию полигона в Лазаревском районе в Сочи. Стоимость вопроса 350 миллионов рублей. Вениамин Кондратьев справедливо замечает, оправдают ли себя затраты. Будем ли мы что-то получать от того, что в принципе в Сочи эти бытовые отходы будут в конечном счете утилизированы или захоронены именно там. Это может быть просто конечным звеном, при том самым важным звеном какой-то очень может быть даже ликвидной экономической цепи. Только чьей-то. Я не боюсь здесь прозрачность. Мне она нужна, потому что если мы ее не будем проявлять, то завтра мы между сочи вообще ничего никогда не увидим. Край и бюджет краевой – это не благотворительная организация. Социальные программы – это одно. Да, и здесь, конечно, мы понимаем, что на людях мы экономить не можем. На здоровье детей, на детсадах, на школах там не может быть возвратности. Но там, где явно есть прибыль, она заложена, я думаю, мы должны понимать, что бюджет ее тоже должен получать. Кроме того, депутаты обсудили и состояние региональной медицины. Председатель ЗСК Владимир Бекетов считает, что необходимо изменить подходы к выплате денежных средств молодым врачам, чтобы привлечь их в сельскую местность. По его мнению, эффективнее обеспечивать их жильем, чем выдавать деньги. Строили бы квартиры и давали жилье. Оно бы было служебным, но там, не знаю, через пять лет оно поступало ему в собственность. За пять лет кто-то прирос и остался здесь. Если даже он уедет, это не автомобиль, на котором он уехал в другой город. Он продаст здесь, значит, кто-то купит и будет здесь жить и работать в здравоохранении или в другой отрасли. Но это будет польза для территории. Депутаты подняли вопросы о закупке продукции в больничные столовые, чтобы вместо зарубежных бананов пациентов кормили местными продуктами. Владимир Бекетов подчеркнул, что в первую очередь они должны быть качественными. Ведь годовой бюджет даже небольшой больницы около 200 миллионов рублей. На эти деньги можно обеспечить более чем комфортное содержание больных. Одно из самых социально значимых тем, которое обсудили депутаты, это образование детей с ограниченными возможностями здоровья. А точнее создание условий для того, чтобы абсолютно все дети края смогли его получить. Сегодня в регионе более 17 тысяч детей-инвалидов. Около 5 тысяч из них учатся вместе со своими сверстниками. Для них краевые власти сделали все возможное. Еще один социально значимый вопрос в повестке дня – это акватирование рабочих мест. Сегодня в регионе более 400 тысяч инвалидов. Почти 40 тысяч из них трудиться могут. Для того, чтобы работодатели охотнее шли на контакт, региональные власти возмещают часть затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов. Кстати, ранее депутаты расширили список тех, на кого распространяются квоты. В него входят несовершеннолетние, выпускники колледжей и вузов, освободившиеся заключенные. Наконец, это те, кто прошел курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимостей. Сегодня депутаты обсудили, как исполняется этот закон. К настоящему времени наши работодатели практически во всех муниципалитетах ответственно относятся к исполнению этого закона. Сегодня в постановлении мы записали, что мы вообще должны не только на 100% выполнить эту квоту, но и подвигаем, обращаемся к работодателям перевыполнять эту квоту. Что касается помощи малому и среднему бизнесу, то в крае есть несколько программ, которые стимулируют их развитие. Благодаря мерам господдержки только в прошлом году количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось более чем на 10 тысяч. На сегодняшний день в краях всего почти 300 тысяч. А оборот этих предприятий в прошлом году составил более полутора миллиардов рублей. В регионе 35% работоспособного населения – это предприниматели. В общем, 36-я сессия получилась весьма насыщенной. В завершении позитивный момент. Депутат от Курганинского района Александр Поголов подарил краевым законодателям картину «Кубанские казаки встречают олимпийский огонь». Андрей Секретарев, Александр Кощеев, Кубань, 24, Краснодар.